ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВИТАЛЬКО! Ваше такси на месте, да, выходим без звоночка. Кису. ВИТАЛЬК, не ходи босиком, одевай тапочки. Ну, спасибо. Ммм, хороша, хороша, молодець. ВИТАЛЬК, а я не поняла, а что это сейчас было? Ой, извиняюсь, просто моя собака Коле, когда приносит мне тапки, то любил, чтобы я ее так голодил. ВИТАЛЬК, знаешь, что? Мама, не гавкаешь. Ой, извиняюсь, мне пора в парк. Стоять! Сегодня парк отменяется. Сегодня мы всей семьей идем за грибами. Я не поняла, что эти грибы под ванной росли и уже доели? Это шутка, шутка. Это ж юмор. Понимать надо. Мама, ну, я буду ходить целый день по есу. Мне надо в парк, у меня времени нет. ВИТАЛЬК, я сказала, что всей семьей идем за грибами. Ну ладно, ладно. Мне все равно не дав парк. Вот проситься. А можно я с тобой покоражиться? Такое завтра. Ну, потому что мама сегодня сказала, что мы идем в лес за грибами. Нет, я ей сказал, что мне надо в парк, уговаривать там. А вона уперлась ни в каком. Вообще сегодня вообще никак. Извини. Так что до завтра. Пока. Все нормально. Отпросився. Но сказала, что последний раз. Так, вы быстро идите, давайте, я вас догоню. Сейчас. Наташа, Наташенька. А мы льдем в лес за грибами. Так мы же сегодня в караоке собирались. Да? Наташа, песни будут всегда. А грибы могут закончить. Так что в караоке завтра. Так давай я с тобой пойду по грибам. Ти что, ты горсочек включай. Как ты будешь по лесу на каблуках ходить? Ну, тем более, что там столько комаров, а я только один баллончик спрея взял. Иди, лейте домой, чтобы я не переживал. Все, пока. Не понял. Летично. Уже в родной семье кидал его. Виталик, я не поняла. Ты что, вкрав тележку в магазине? Мама, почему ты сразу вкрав? Не большая истерика в центре супермаркета, я с тележкой. Зато больше всех грибов не собираю. А когда мы будем заезти? Виталик, вы же полчаса назад обедали. Ну и что, у меня растут все организмы. Папа. Что там с машины еще? А, собираю. Вот, у Петровича отложил 20 гривен. Так сказать, заработал. Что же заработал? Их же теперь отдавать надо. Ну так я же не отдам. Значит, заработал. Давайте уже есть. Виталик, тебе проще в интернат сдать, чем прокормить. Тогда я буду есть грибы. Валера, а ты проинструктировал дитину, какие грибы можно собирать, а какие нет? Да. Виталик, ну здесь все просто. Съедобные можно собирать, а несъедобные нельзя. За себе, себе с ним. Все понятно. Вы не все подписаны тут здесь. Виталик, смотри. Красные с белыми крапинками – это мухоморы. Они несъедобные. От них может быть и отравление, и галлюцинация. А, о. Это Катибуриков на ЗД вокзале. Виталик, ты смотри, там не заблудись, бо я тебя шукать не буду. О, куда она? Какая прелесть. А что это тебе на лобе? Да, все от грибов. Что, аллергия, или что? Это аллергия. В лесу на маслятах подскользнуется и головой обсоснует. Триц! Ай, ой, бедность, ты Богдановна, бедность. Не заблудись, не заблудись. Как будто я какой-то маленький. Что ты, я этих грибов вообще в упор не замечаю? Так, подождите, а где я? Мама! Мама! Ау! Мама, ау! О, грибочки! О, грибочки! О, грибочки! Виталик, откуда ты знаешь, съедобные вы мне или не съедобные? Если сомневаешься, не ешь. Но если сильно хочется, ты же голодный. Ну ты даешь. Спасибо. Нормально. Напоминает сирю картошку з огурцом, піском и абрикосовым ванимом. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Кто тут? Так а ну, выходьте! Давайте! Позмеялись, и хватить! Ха-ха-ха! Белка? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Хе-хе! Белка-гаисник? Отпусти меня, я был пристегнутый. Белка, не дает. Белка, не есть меня, пожалуйста. О, Белочка-сюлочка. Паре-е-е-ет. А можно я с тобой покуражиться? Мене звать Виталик. Привет. А ты что, с Белкой разговариваешь? Ты вообще настоящая? Ну, конечно. Я извиняюсь, я просто подумал, что у меня уже крыша поехала. Паре-е-е-е. А можно я с тобой покуражиться? Мене звать Виталик, а тебе как? Давай, скажи, чтобы я не угадывал. Ефросинье. Ну что, пошли. Куда? Ты же хотел покуражиться. Ко мне домой тут недалеко. Класс. Требо было сразу в лес. И ты. А я не куто, здрасте, по паркам шастов. Подожди, а ты вообще кто такой? Я дочь лесника. Папа уехал в город, вот, поэтому у нас с тобой есть время. Не отставала. Стройную березку вырос ты в лесник. О, а с тобой, белочка-телочка, я же встречусь. Я не просила. Евгеньевна, может ты хочешь грибочков? Нет, я ем только те грибы, которые я сама собираю. Как хочешь? Собирай. А ты что, первый раз в этом лесу? Ну, первый. Теперь, надеюсь, тропиночку до тебе продобчу. Я уже есть не хочу. Придем ко мне, поешь. Когда мы придем до тебя, то я наброшусь не на тарелку. А на тебе. Я сейчас хочу. О, ягоды. Какого-то. А ну. Виталик? Что? Что ты смеешься? У меня вырос нос. О, я ем, Россия. Это что? Все из-за этих ягод? На, что я их ем? Если раньше была надежда на модель на внешность, то теперь ни одна телочка со мной не познакомится. Виталик, успокойся. Съешь вот эту ягодку и все пройдет. О, все, такие как был, такие и есть. Слушайте, Ферсиньо, а есть такие ягоды? Ну, какие... Догоняй. Так, надо взять домой, поприкалуюсь. Ну, и что ты там стоишь и рвешь? Я не понял. Меня зовут Виталик, а тебе? Это меня зовут Виталик, а тебе? Это меня зовут Виталик, а тебе? Ты не понял. Это меня зовут Виталик, а тебе? Что? Может, ты еще скажешь, что ты с телечками в парке знакомишься? Понятное дело. Так, я не понял. Это моя фраза. Горчочек, включай. Подожди. О, не волноваться! Не волноваться! Виталик, ты чего там застрял? Молодец. Познакомился с телочкой. Пойду покуражившись. Что это за кидалу? Это моя телочка! Да ну, шутка, шутка. Это ж юмор, понимать надо. Ну что, сидишь, Евгеньевна? Сижу, а что? А я вот только что была в лесу, на своей любимой грибной поляне. И что ж ты там нас убирала? Да чего там таки нема? Грибники таки невнимательнее стали. Руки за грибуки! Ну вот, Виталик, здесь я и живу. Догоняй! О, вот! Ой, Виталик! О! Больно! Тихо! На счастье! Ну, как? Нормально. Так что, мы уже будем куражиться. Ну, подожди. Ты же хотел есть? Вот я приготовлю что-нибудь на стол. У нас ведь вся ночь перейти. Да, да, да. Тамара, что ты тут делись? Ты что, следи за мной? Слушай, я не... Нет, я просто по работе. Тамара, не начинай, я тебя прошу. Это не то, что ты подумала. Да, да, да. Это... Баба Яга! Да. Мы находим по лесу и собираем... Рыбы! Рыбы собрали в Бабу здесь? Нет, спасибо. Очень вкуснее. Виталик, это тебе. Мой скромный подарок — швейцарские часы. Тамара! Часы — это как разлыки, между прочим. Так что, давай, еди. Потому что, если сейчас Баба Яга увидит нас в месте, то она превратит тебя в залпу. Тебе это не надо, а мне тем более. Все, давай, еди, еди, еди. И все-таки ты будешь моим. Я понял. Хорошо. Давай. Ти-ти-ти. Отверсти голову, давай. Фух. На счастье. Фух. Виталик, ты готов? Я всегда готов. Только мне кажется, что все на тебе лишнее. Я поняла. Стоп. Ты все остальное сними. А ленточку оставь. Ну что, хозяин, хорошие грибочки. Слышали? На переезде панду поездом сбило. Да ну. Берите грибочек. Еще увидите. Виталик, просыпайся. О, наконец-то пришел в себя. Виталик, мы тебя в лесу еле нашли. Ты без сознания был. Я тебя на себе тащил домой. Ну, предупреждали же не есть грибы. Папа, мама, Настя. Что это у нас с носами? Виталик, в тебе в кармані были какие-то непонятные, но очень вкусные ягоди. Мы не знаем, что теперь делать. Ну, если вы хотите, чтобы ваши носи были, как раньше, вам надо съесть ягоди из другого моего кармана. Стоп. Только сначала вы скажете с жалюстливыми глазами, как вы меня сильно любите. Виталик, я тебя очень люблю. Виталик, а я тебя очень-очень люблю. Виталик, я тебя очень-очень-очень люблю. Ну, так как не дасешь ягоди, я возьму роменюку и покажу тебе настоящую любовь. Ну, все-все, понял. Любите, любите. На-те. Кстати, разбудили меня на самом интересном месте. Кстати, а когда мы еще пойдем в лес за грибами? Ну, а телечки, они, как грибы. Бывают на тонких ножках и на толстых. Простые, как опята и хитрые, как лисички. А бывают, как бледные поганки. С виду вроде красиво, но внутри ядовито.